Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск программы «События» в студии Ларисы Шалафаст. Все самое интересное за прошедшую неделю в нашем выпуске. Вначале коротко о главных темах. 135 случаев заболевания. На минувшей неделе в регионе побит рекорд по количеству заболевших COVID-19. На пересечении проспекта Кирова и физкультурный перекладывают трубы. В Самаре продолжается подготовка к отопительному сезону. От «Форда» до «ГАЗ-61». Житель Самарской области отреставрировал более 60 ретроавтомобилей. Ослабления режима самоизоляции в ближайшее время в регионе не будет. Об этом заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В режиме видеоконференции он провел заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Подробности в нашем следующем сюжете. Всего в губернии официально подтверждено 2340 случаев коронавируса. Если раньше заболевших выявляли при непосредственном контакте, то сейчас большинство случаев устанавливают при заболевании вне больничной пневмонии и ОРВИ. Несмотря на действующие ограничения, индекс самоизоляции снижается. Горожане после перехода к первому этапу послаблений начали собираться большими компаниями. Особенно показательными стали последние выходные, когда в городе открылись парки и набережные. Ну и конечно по местам скопления людей. Слушайте, но очевидная вещь. Да, у нас есть возможность прогулок вдвоем и так далее. Но люди же просто скапливаются в достаточно серьезной почисленности, уже толпой, можно сказать. Но надо с этим тоже работать. Представители городской администрации рассказали, что они ежедневно отслеживают работу торговых центров и других объектов потребительского рынка. Уже проверено 9146 точек. Из 91 торгового центра 6 полностью закрыты. В оставшихся работают более 2000 объектов потреб рынка. По словам первого замглавы Самары Максима Харитонова, ряд бизнесменов ограничений игнорируют. Не везде соблюдается социальная дистанция. Нарушается масочный режим. Кроме того, предприниматели идут на хитрости. В продажу добавляют товары первой необходимости или средства индивидуальной защиты. Но, тем не менее, мы нашли другой вариант к таким хитрецам. Мы сейчас стараемся штрафовать за нарушение рекомендации Роспотребнадзора. В частности, почти 50% случаев отсутствуют дезаторы в магазинах. И вот сегодня первый такой фотокром мы создали. В городе ведется постоянное наблюдение за гражданами, находящимися на самоизоляции. Таких более 1298 человек. На набережной каждый день проводятся совместные рейды с полицией. Тем не менее, происходит рост заболеваемости. Причем не только в Самаре. Очень остро стоит вопрос по заболевшему в Сызрани. В связи с чем Дмитрий Азаров поручил главам муниципалитетов усилить контроль за соблюдением режима и в ближайшее время доложить о принятых мерах. Виктория Шарая, События. Самарские спасатели отправились в Дагестан. Военнослужащие роты радиационной, химической и биологической защиты будут помогать бороться с коронавирусом. Они проведут дезинфекцию больниц, школ, детских садов, санаториев, парков и скверов. Сколько человек и единиц техники отправились на помощь в республику, выяснила наша съемочная группа. Сражение с невидимым врагом предстоит военнослужащим роты радиационной, химической и биологической защиты. Группировка Волжского спасательного центра МЧС России отправляется в республику Дагестан, чтобы помочь местным властям бороться с коронавирусом. Военные будут проводить дезинфекцию помещений и общественных пространств. Приступят к выполнению работ по дезинфекции социально значимых объектов, мест массового пребывания людей на территории республики. Действия по предназначению готовы, всем необходимым обеспечены. В Дагестане сложилась тяжелая эпидемиологическая обстановка. В республике насчитывается порядка 4 тысяч зараженных COVID-19. Дагестан сейчас находится на пятом месте по количеству заболевших коронавирусом в России. Направить силы личного состава и спецтехнику МЧС на юг страны поручил президент Владимир Путин. Задача будет поставлена непосредственно на месте. Уверен, личный состав выполнит с честью поставленную задачу, как это было уже не раз на территории Российской Федерации. Пожелаем ребятам в кратчайшие сроки прибыть, помочь дагестанскому народу. И после выполнения задачи мы ждем всех здесь в Самаре. В Дагестан и Самаре отправились 60 человек и 14 единиц техники. Добраться до места дислокации они должны в ближайшие дни. Лариса Шлафаст, События. Самарское предприятие приступило к пошиву защитных костюмов для врачей-инфекционистов. Первая партия уже готова. Такая одежда сейчас очень востребована. Чтобы выйти на поток и увеличить мощности производства, дополнительно привлекли подрядчиков. Насколько надежны комбинезоны, узнала наша съемочная группа. На Самарской швейной фабрике подготовили два варианта защитных комбинезонов для врачей-инфекционистов. Разных цветов и с разной степенью защиты. Костюмы разрабатывали совместно с медиками. Защитная одежда должна быть герметична и максимально защищать врачей от инфекции. Прежде чем вообще отшить первый образец, мы тестировали, то есть больницы наши самарские, они проводили тестирование. И только после их утверждения мы смогли запустить первый массовый пошив. Только после их утверждения. На пошив одного костюма уходит полтора-два часа. Ежедневно на фабрике трудится 50 человек. Кроме того, к работе подключили подрядчиков. Швейные цеха в Самаре, Тольятти, Похвестнево и Алексеевке. Общими усилиями в день отшивают до 400 костюмов. Это первый контракт с нашим местным самарским производителем, что для нас это важно. Во-первых, намного сокращается логистическое плечо. То есть сам производитель непосредственно, ну скажем так, в зоне досягаемости, что в первую очередь и в оперативности деятельности, в корректировке каких-то объемов и многих технических вещей позволяет решать намного оперативнее. Все регистрационные удостоверения на костюмы для врачей-инфекционистов получены. Первая партия тысячи костюмов уже отправилась в медучреждение региона. Также поставлять костюмы самарского производства будут в Кострому и Томск. Лариса Шлафаст, События. В Самаре продолжается подготовка к отопительному сезону. На пересечении проспекта Кирова и физкультурные перекладывают трубы. Подрядчики заменят около 600 метров трубопровода. На каком этапе работы сейчас и укладываются ли рабочие в график, на выездном совещании проверила глава города Елена Лапушкина. Когда планируется завершить масштабный ремонт, узнала наша съемочная группа. На пересечении физкультурной проспекта Кирова рабочие демонтируют старый трубопровод. Последний раз трубы здесь меняли 25 лет назад. Тогда применяли технологию так называемой предизолированной, то есть многослойной трубы. Она лучше сохраняет тепло. Сейчас технологии усовершенствовали и срок службы предизолированной теплосети увеличился вдвое. Здесь подрядчик заменит более полукилометра сети. На выездном совещании глава города Елена Лапушкина выясняет, укладывается ли подрядчик в график. У вас по графику когда заканчиваете? По плану у нас было, да, действительно, 600 метров до 10 сентября. Мы идем этапами. Здесь ключевое – обеспечить горячей водой потребителей. Не всегда получается полностью, если мы полностью встроим, мы будем несколько месяцев без ГВС держать. Поэтому задача была поэтапна. Следующий этап ремонта – монтаж канала тепловых камер. После чего здесь установят новый трубопровод. Затем благоустроят территорию. Полностью завершить ремонт сетей на этом участке подрядчик должен до 10 сентября. Ежегодно в летний период ресурсоставляющая организация проводит ремонт и модернизацию сетей перед стартом следующего отопительного сезона. В этом году техническое перевооружение и ремонт будут вестись на 15 участках тепловых сетей протяженностью 5132 метра. В последние годы объемы перекладки здесь наращиваются. Так, в 2019 году протяженность ремонтных работ составила 4500 метров. В настоящее время работы ведутся на шести объектах на улицах Гастелло, Ульяновская, Блюхера, Рабочая и два участка на улице Физкультурной. Мы совершенно точно успеем провести все ремонтные работы, все запланированные перекладки теплотрассы в тот срок. Убеждена, что у нас проблем с подключением отопления в этом году не будет. Информация об отключении горячей воды заблаговременно публикуется на сайтах ресурсо-сообжающих организаций. Олег Зверев, Лена Малютина, Василий Колдашов, Константин Головин. События. С 1 июня в Самаре на улице Солнечной будут менять дождевой коллектор. Старая труба диаметром 800 миллиметров пришла в негодность. Из-за этого на дороге часто скапливалась вода. Когда подрядчик закончит работы и как будет организовано движение, расскажет Анатолий Головко. Успеть за 60 дней. В начале лета рабочие начнут менять разрушенную трубу ливневой канализации на улице Солнечной. Из-за того, что инженерные коммуникации пришли в негодность, на участке дороги от Шверника до 22-го партсъезда часто скапливалась вода. Новая пластиковая труба имеет хорошую пропускную способность и прослужит более 50 лет. У людей есть полное понимание. Мы к 1 августа должны завершить эту работу для того, чтобы постановить все. И к новому учебному году в этом вопросе неудобств для этого большого микрорайона не было. Два месяца будем работать. Можно сказать, в графике 24 часа в сутки. То есть без выходных, без проходных. Но, возможно, короткие сроки постараемся закончить раньше. Вице-мэр поручил до начала работ по перекладке коммуникаций привести в порядок сквозной проезд по Новосадовой, чтобы у автомобилистов была возможность попасть в микрорайон объездным путем. Планируется, что будет закрыта одна сторона Солнечная с 1 июня по 1 августа за эти 60 дней. Работы по установке ливневой канализации и по ремонту, восстановлению асфальтового покрытия должны быть завершены. Во время проведения ремонтных работ в городе скорректируют движение общественного транспорта. Автобусы 61, 226 и 89 маршрутов будут курсировать по новой схеме в объезд ремонтируемого участка. В сторону исторической части города общественный транспорт следует без изменений. А в сторону поляна Фронза общественный транспорт будет следовать спускаться на Солнечную по улице Шверника и дальше с правым поворотом уходить по Солнечной. После того, как подрядчик заменит старую трубу, на улице Солнечной восстановят проезжую часть, бордюры и благоустроят газоны. Анатолий Головко, Максим Гусев. События. В Самаре продолжается ремонт дорог большими картами. На улице Неверово меняют почти 2 километра асфальта. Участок приводит в порядок по национальному проекту безопасные и качественные автомобильные дороги. Когда планируют завершить ремонт, выяснила наша съемочная группа. На улице Неверово работает тяжелая техника. На участке от Герцена до Ярославской предстоит заменить почти 2 километра дорожного полотна. Обновляют участок большими картами по национальному проекту безопасные и качественные автомобильные дороги. Полностью перекрывать движение здесь не стали. Машины едут по свободной полосе. Старый слой асфальта убрали, подготовили участок для нового прочного покрытия. Сначала предстоит сделать выравнивающий слой. Кроме ремонта автодороги, идут работы и на инженерных коммуникациях. Ежедневно на участке трудятся две бригады рабочих. Работает порядка 20 человек. Двумя бригадами. Одни занимаются установкой чугунных люков, другие – укладкой асфальтобетонной смеси. Техники дорожные около 5-6 единиц. Ну и самосвалов около 5. Вполне всего хватает. Ремонт дорог большими картами идет во всех районах Самары. Всего на этот год запланировано отремонтировать 42 участка. На 8 работы уже завершили. Качество ремонта контролируют специалисты муниципального бюджетного учреждения «Дорожное хозяйство». Общий процент выполнения по контракту в рамках ремонта картами составляет более 40%. Это достаточно хороший показатель начала данного года. Полностью завершить ремонт дороги на Неверово планируется в начале июня. Гарантия на ремонт – два года. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События. Несколько сотен новых деревьев и кустарников украсит Комсомольский бульвар. В Самаре продолжается благоустройство зеленой зоны напротив загородного парка. Сейчас высаживают ивы, каштаны, яблони, липы. Всего 16 видов растений. Какие еще работы запланированы на этой территории, узнал Сергей Кизоркин. Комсомольский бульвар на Новосадовой от Постникова оврага до улицы Гастелло в этом году преобразится до неузнаваемости. На территории уже трудятся рабочие. В зеленой зоне напротив загородного парка высаживают деревья и кустарники. Ивы, каштаны, клены – всего 16 видов. Это как хвойные, так и ольха, клены, рябина, ель. То есть разные виды деревьев, которые создадут, я надеюсь, красивую композицию. И уголок для отдыха горожан, который уже пользуется данным сквером и зимой, и летом. Деревья и кустарники высаживают с учетом расположения подземных коммуникаций. И если возникнут аварийные ситуации, зеленые насаждения из-за ремонта труб не пострадают. Чтобы зеленые насаждения чувствовали себя в дальнейшем нормально, ни теплотрассы, ни системы РКС не мешали. Значит, во время посадки, после посадки, производится благоустройство, то есть убирается грунт, который выбрали. Ну, все приводится в порядок. Территорию приводят в порядок комплексно. Здесь косит траву. Максим Пазухин во время покоса представляет себя не иначе, как цирюльником. Зеленый ковер должен быть ровным, травинка к травинке. Работу свою Максим любит. Говорит, дарить хорошее настроение самарцам – его призвание. Пользу горожан, конечно, приносим. Чтоб чисто было, все обрато, как бы, и трава была нормальной. Все для Самары. Все работы планируют завершить в июне. Параллельно с этим на Комсомольском бульваре ежедневно поддерживают комфортный микроклимат. На газонах работает автополив, пылесосы в круглосуточном режиме курсируют по тротуарам. Кроме этого, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией территорию обрабатывают спецсредствами. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События. С наступлением теплой погоды в Самаре пострадали 10 детей. Они выпали из окон. И это статистика только одной из самарских больниц. Чаще всего причиной трагедии становятся москитные сетки. Врачи просят родителей не оставлять малышей без присмотра, особенно когда открыты окна. Как и безопасить детей, выяснила Елена Малютина. Москитные сетки, на первый взгляд, создают иллюзию безопасности. Но если хоть немного на них надавить, они вылетают из окна. Именно это и приводит к трагедии. Чаще всего несчастные случаи происходят летом, когда все окна открыты. В зоне риска дети от двух лет. Именно в этом возрасте они активно познают мир и могут забраться на подоконник. У малышей отсутствует чувство опасности. Оставлять их в этом возрасте без присмотра нельзя. Москитные сетки защищают от насекомых, но никак не рассчитано на то, что на них будут облокачиваться. Например, если прикоснуться к этой, она прогибается. Поэтому явно не выдержит вес ребенка. В прошлом году из окон выпало 37 детей. С начала этого года в Самаре уже произошло 10 несчастных случаев. И это статистика только одной из самарских больниц. Если ребенок маленький, может так случиться, что если очень повезет, он на этой сетке может спланировать. То есть тяжесть травм в какой-то степени нивелировать. Но хочу отметить, что все равно это очень тяжелые сочетные травмы, приводящие в большинстве случаев к инвалидизации. Поэтому нужно быть очень внимательным, осторожно следить за детьми. Трагедии можно избежать, если заранее продумать систему защиты, говорят специалисты. Есть несколько видов защитных механизмов, монтаж которых можно сделать как на новое, так и на ранее установленное окно. Один из самых надежных и распространенных – это замки с ключом. Они помогут зафиксировать раму в вертикальном положении. Дополнительный ограничитель не позволит открыть окно более чем на 10 сантиметров. Ее можно закрыть, конструкцию, и створку только можно при этом откинуть. Она не откроется ни в коем мере. Это у нас нижняя защита от детей. Здесь вот такой ключик. Соответственно, тоже створку можно только откинуть, она не открывается. Ну, естественно, вот эти ключики все нужно прятать от детей. По словам специалистов, в последнее время спрос на защитные механизмы вырос, но они не заменят длительности взрослых. Елена Малютина, Григорий Плешаков. События. Награда нашла своего героя. Потерянный орден участника Великой Отечественной войны, возвращен самарской семье. Много лет родственники ветерана ничего не знали о судьбе пропавшей награды. Где долгие годы находился орден и кто его вернул, историю находки расскажет Олег Зверев. Спасибо большое. Эта история достойна экранизации. Потерянная награда спустя 36 лет нашла героя. В 1984 году маленькая девочка Екатерина нашла в сугробе орден Красной Звезды. Она принесла находку домой и поначалу не придала ей никакого значения. О высоком статусе награды узнала только когда подросла. И совсем недавно решила отыскать героя, чтобы вернуть ему орден. Принесла домой, отдала бабушке. Она мне объяснила, что это орден Красной Звезды. И как-то все благополучно об этом забыли. Вещи разбирали, наткнулись на него и вспомнили. Год назад обращались к поисковикам, но они не особо помогли. Вот обратились к Народному фронту. Активисты ОНФ смогли отыскать участника Великой Отечественной войны буквально за неделю. Сделали запрос и по именному номеру выяснили, что этим орденом был награжден участник войны Петр Иванович Желуницын. В числе его наград есть также медали за отвагу и за оборону Сталинграда, орден Отечественной войны первой степени. В Самаре сегодня живет сын героя Юрий Петрович Желуницын. На встречу он пришел с внуками. Он был танкист, он был комиссар. Рассказывать о войне он очень не любил. Но по воспоминаниям однополчан, потому что мы после, когда приехали сюда, в Самару, часто однополчане приезжали, мы к ним ездили. Отец был просто без примерной храбрости. Ну, не зря все-таки, наверное, во время войны просто так не давали ордена. У него четыре ордена. Сегодня же Екатерина Новоселова смогла увидеть фотографии Петра Ивановича. Он запечатлен супругой, вместе с которой прошел через всю войну. Ведь именно ради этой памяти орден Красной Звезды пролежал в ее семье 36 лет. И спустя годы был возвращен в семью героя. Олег Зверев, Максим Гусев, События. Выпускники Самарского кванториума разработали бюджетный квадрокоптер для обучения детей. Благодаря своим аэродинамическим свойствам и мощному аккумулятору беспилотник может преодолевать большие расстояния. С создателями летательного аппарата встретился Анатолий Головко. Студенты Дмитрий Андреев и Денис Ваншин мечтают стать инженерами. Два года они трудились над проектом учебного квадрокоптера «Стриж». За это время молодые люди трижды модифицировали свое детище. Испытывали квадрокоптер в воздухе и в помещениях. Изобретатели признаются. На одном из краш-тестов летательный аппарат даже пробил потолок. Спустя месяцы кропотливой работы Дмитрий и Денис создали уникальный беспилотник, не уступающий по своим характеристикам западным дронам. Чем он лучше своих аналогов, это его окончательная стоимость. То есть это не просто как технический проект, это также и бизнес-проект, как учебного материала для детей. И, соответственно, мы постарались его сделать так, чтобы он был максимально бюджетным. Коптер «Стриж» можно использовать не только для обучения детей пилотированию, но и для создания карт. А также снимать землю с высоты птичьего полета на фото и видео. Аппарат изготовили из композитного алюминия. Этот металл легкий и очень прочный, поэтому дрон обладает хорошей маневренностью в воздухе. Чтобы управлять таким коптером, сперва нужно изучить теоретическую часть. Для этого нужно, ну, сначала надо пройти, так сказать, полеты на компьютере, то есть понять, как управлять им, как отвечает левый стик, как отвечает за что правый стик. Потом приходить к самой практике. Чем больше практики, тем лучше, конечно же. По словам руководителя Самарского кванториума, дети, занимающиеся робототехникой, через 2-3 года практики имеют возможность создать уникальные изобретения, которые можно превратить в серьезные бизнес-проекты. В этом году на защиту финальную вышло порядка 50 проектов, и 30 из них уже сильные, с настоящими прототипами или пресс-серийными образцами. Сейчас выпускники кванториума трудятся над внедрением чат-ботов в систему пенсионного фонда и над программным обеспечением для Министерства образования, чтобы упростить работу с обращениями людей. Кроме того, юные инженеры создают системы «Умный дом» и программы для контроля и мониторинга дорожного движения в Самарской области. Анатолий Головко, Сергей Баскин. События. Самарский мастер отреставрировал десятки старинных автомобилей. Юрий Котиков дарит вторую жизнь старым машинам уже четверть века. В его мастерской можно снимать фильмы о разных эпохах отечественной истории. В гостях у мастера побывал Анатолий Головко. Знакомство Юрия Котикова с ретроавтомобилями началось с 321-го BMW. Мужчина выкупил солидного немца у своего приятеля. Было это 20 лет назад. С тех пор Юрий увлекся реставрацией автомобилей. Сначала он вдохнул новую жизнь в военный советский ГАЗ-67. Полноприводную легковушку с открытым кузовом он восстанавливал в обычном гараже. Тогда у Юрия не было специальных инструментов, да и опыта не хватало. Все приходилось познавать методом проб и ошибок. Со временем Юрий оборудовал для своего хобби несколько мастерских. Недавно почти закончил работу над военным ГАЗ-67. Она выпускалась с 43-го года. Вот эта 43-й год модель. До 53-й выпускалась. Нашли ее в Самарской области. Купил и вот. Ее отреставрировали. На восстановление одного автомобиля уходит от полугода до нескольких лет. За всю жизнь Юрий Котиков отреставрировал более 60 уникальных автомобилей. Например, на этот артиллерийский ГАЗ-61 ушло больше трех лет. Детали для таких автомобилей на обычном станке не изготовишь. Для работы Юрий приобрел немецкий Кербер Берлин 1936 года выпуска. Восстанавливаем деталь из-под земли, если достали, наварили. В токарном станке обработали, резьбу заново нарезали. Восстанавливаем деталь на нем. В мастерской Юрия Котикова есть уникальные военные машины, которые способны преодолевать даже водные преграды. Это амфибия ЗИЛ-485, 50-х годов выпуска. Нашли его в Албании. Вот его привезли, сейчас мы его реставрируем. Будет плавать, ездить. Вот такой интересный огромный автомобиль. В него загонялся ГАЗ-69. И десант. Есть в коллекции Юрия и совсем редкие автомобили. Например, роскошный американский Форд, которому исполнилось 64 года. Это Форд Файландер 500. Выпускался с 1956 по 1961 год. Двигатель V8, 5 литров. Особенностью этого автомобиля является уникальная выдвижная крыша. На разработку подобного механизма американцы потратили более 18 миллионов долларов. В свободное от работы время Юрий участвует в выставках ретроавтомобилей. Его машины моментально становятся объектом внимания горожан. Многие хватаются за смартфоны, чтобы запечатлеть фрагменты живой истории. Анатолий Головков, Василий Колдашов. События. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Оставайтесь дома, берегите себя и своих близких. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин